Владимир Жириновский, бессменный лидер партии ЛДПР, которое многие считают филиалом партии Единая Россия, недавно показал свои истинные взгляды, что ещё больше усилило к нему отрицательное отношение. Председатель ЛДПР предложил вернуть в повседневный обиход понятие дореволюционной эпохи, такие как хозяин, барин, вельможа, когда жёстко эксплуатировались наши предки, будучи крепостными. Из этого предложения чётко видно, что политик совсем не думает, как сделать жизнь в стране лучше. Жириновский думает о своём буржуйском сословии, пытаясь увеличить влияние над нашими жизнями, чтобы возразить не могли при новом крепостном праве. О том же мечтает и председатель Конституционного суда, как будто сговорившись в поиске ускользающей силы над обществом. Эти высказывания показывают, что путинская элита превознесла себя до неимоверных высот, этакий подарок с небес. Политологи склонны думать, власть уже дошла до того момента, что понимает сама свою бесполезность, от них ничего не зависит. Страна прямиком катится в обрыв. За последние 25 лет ничего полезного не сделано, а то, что сделано, это большая заслуга высоких цен на энергоресурсы. Но даже при таких огромных деньгах она не смогла создать экономику в стране, не говоря уже о промышленности и уровне жизни. Осознав, что цены на сырьё расти не будут, санкции за Украину, к которым вероятно добавятся ещё санкции за отравление Навального, а очевидно усугубят положение. Зарплаты будут падать. Начнёт расти безработица. Подписанный Путиным указ о заморозке пенсии приведёт к тому, что её съест инфляция. Соловьёв, Киселёв и Скобеева вместе с другими пропагандистами становятся бесполезны. Надежды на них нет. Их влияние на новое поколение утрачено. В обществе начнёт расти недовольство, что выльется во всероссийские протесты. Хабаровский край стал тому наглядным примером. Хабаровчане требуют уже не возвращения Фургала, а отставки Путина. Осознавая все эти очевидные политические процессы, власть хочет как можно дольше удержаться. Вот Жириновский и делает такие идиотские предложения, в которых чётко видна тенденция – забрать у людей свободу.